друзья всем привет у нас уже вечер все что же привет вам передают мужа даже свет включили мне доченька купила вот такой подарок спасибо огромное зайка это не реклама не вообще там ну то есть нам никто не прислал это действительно мне дочка купила она переживает что мне сейчас очень сложно убираться и как бы наклоняться вообще нельзя причем до конца жизни показывай купила такое мне да у нас распаковочка чудо вот такое ведро я та я не то вот так вот выглядит вообще-то немецкой до фирмы да дочь хотим просто показать и знаете как я думаю что многим хозяюшкам это тоже пригодится но еще раз повторю это не реклама к сожалению нет у нас реклама на канале вот такое ведро я сама понятия не имею да как это вообще нам надо собрать швабру ксюша будет собирать швабру я в качестве операторов так кстати эта штука фиксируется когда ты смываешь тряпку поэтому я закручиваешь смотрите такие стальные все такое это добротное вообще у нас такой фон вообще классный стиральный машинка их никогда в жизнь наверно не уберут для тех кто впервые на нашем канале или не знает это не наши стиральные машинки ну точнее дом-то не наш мы живем в частном доме снимаем его ага то есть она из нескольких до стоит кстати можешь длину регулирует просто как как а убирать ну мне вряд ли у меня рос в высоте классно я пока это производители покажу все по иностранному что там написано что за подстава сохрани свои руки младыми без вреда для маникюра ксюшка же и ксюши будем обзоре там еще комиксы какие-то плотный микрофирм фибра хорошо впитывают скажи привет всем адекватно да конечно если бы почему у нас нет рекламы у нас такой классный канал мы бы такую рекламу забавец или не хотят у нас сказали больше чем сколько не подумай мне пять килограмм я не вижу короче не вижу я а понятно объем ведра 10 литров кстати а мне вот такую не присылали в таком мишке овощи да просто кинули в ведро да да у ксюш тоже такая же швабра это запасная слушайте такая классная это косметичка ух ты это очень круто ее можно потом наш использовать с собой с дорогу брать это у меня одна дорога до больницы в ноябре сложу туда зубные щетки и пасты у меня теперь одно путешествие между ростовом и ейском вот такая инструкция короче тут какие-то есть заглушки внутри ведра но я не знаю там все спрашивают зачем они нужны нет но они для чего-то ступаться смотри видишь одна стоит уже а вторая вот она типа так там все равно пластик я не знаю зачем может кто-то знает какие-то ограничители может не знаю короче вот так и оставляешь в общем понятно что ничего не понятно вообще для этого надо читать инструкцию наверняка там написано а вот это что такое это есть такое вот отверстие а с него из него сливаешь до воду кстати вот он не наклонять его сливаешь просто коду сейчас крутяк иди знаешь а вторая зачем тогда запасная сломать а я единственное что меня смущает там написано 10 литров ты говоришь то его полное надо наливать так это получается вообще тяжело 12 литров два килограмма до ветру и а из раковины как это вынуть короче давай знаешь как попробуем если что у меня есть толкалка столкалка убираться буду только с ним есть такая штука есть вот эта щеточка для того чтобы собирать шерсть когда швабру вот так вот защелкнула помыла полно защелкнула засовываешь видишь чтобы отверстие ну так было вот она смывает сначала да вот моешь видишь же точно вот это вошь играй моешь она снимает шерсть шеточка шерсть обратно не это а потом отсюда и она ее слушать и ты можешь опять мыть это очень будут колесики чтобы она крутилась это щеточка если чего достается а потом ее можно пойдем можно почистить ой как круто вообще все то все эти вот щетки вот эти всякие там не знаю заглушки не отдельно если что подаются если потерять ясно круто вот так короче ты все запомнил хозяевушка два пункта пункт 1 выбрасываешь эту швабру пункт 2 покупаешь моющий пылесос нет нам нельзя мощь и пылесос то что нас блют кады раз окунула и вытащила перед тем как помыть в отверстие чтобы не сушить достала и потом уже моешь я поняла рукой лучше спасибо спасибо большое у нас так тихо ничего очень классная дарь прям реально вот в дорогу туда так сейчас потом ты имеешь ввиду а ты на хранение миша и вот ручка она не упирается я поняла дачу спасибо спасибо доченька спасибо вот такую штучку мне доченька подарила все классно спасибо родное спасибо люблю тебя так а мы пошли с ксюшей гулять володе остается дома чё ты нет ты с нами в общем да поставь и мы пошли гулять мы хотим микро район солнечный и хочу ксюше казачьи усадьбу показать круто казачьи усадь правильно называется новый район нет новый новый район где квадро хаус а как я забуду дай как как она называется не казачьи казачьи нет блин прикинь я забыла мы даже ролик снимали на эту тему все пока пока а вам не пока пойдемте с нами прогуляемся друзья у нас уже вечереет даже уже вот на камере вообще прямо темно ксюша видел горит это что такое за сакура а я называю это дерево эйва классно скажи как в аватаре да чудесное дерево такое ксюша я когда его первый раз увидела тихонько это чё за пальмы да они кстати такие жесткие и когда его первый раз увидел ты не представляешь это антистресс какой-то они вообще такие приятные вот так если проводить сверху вниз в общем восхищением моего не было предела да так а мы ой аромат какой ты чувствуешь да мы получается под ней проходим ой друзья вы не представляете какой аромат да пойдем пойдем наверно знаешь как сейчас солнечный свернем я побоюсь что мужа и скоро ничего не поснимаем потому что сейчас прям вот-вот и стемнеет время 8 часов вечера ой хочется ребенку уделить побольше времени а получается так что я прихожу пока с ней поедим там у меня обед у нее уже до ксюш сегодня ездила на море и сгорела и сгорела кстати вот сейчас я не когда на море было когда гуляла там по набережной сейчас прямо вот вечером тебя вообще очень сильно видно да очень сильно прям видно это и к вечеру как правило идет вот такую же это загар как тебе море теплое 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 я кстати выбрала место где где было вообще очень мало народу там прямо человека четыре заходи говори погромче четыре человека в этом месте заходила а еще там медуз на берег по выбрасывал но в самом море были медуза в море я одну только встретила видите медуз море какой покажите об эти бабки коробки были а то все жалуются бабки коробки кусаются кусаются да прямо грызут вообще говорят нашествия увидела только не поняла на какая-то странная короче тоже не было их в общем баб коробка не было вот потому что писали буквально не было медузы были медузы были но не кусались вот дочь смотри вот здесь гольф-клуб вот тут он идет это гольф-клуб ну если будет светло туда здесь вот новые этот клуб единоборств вот вот это ледовая арена снежинка а вот тут вот спорткомплекс еще что-то я короче где-то слышала чей-то разговор типа про гольф-клуб типа вот гольф что типа за тупая игра какой смысл ты просто приходишь и этот мячик катаешь так это же классно этот мячик нет это все равно что люди говорили там я не помню даже кто это говорил кто вот глупая игра просто приходишь там а футбол гоняют они гонят по полю это что же самое футбол забить забить гол в ворот или забить гол в лунку тоже самое смотри как у них тут по-новогоднему в этом доме все да тут дорога новая так здорово асфальт хорош а то мы ездили по щебню пылища была вообще кошмар да прям наш это он долгий период здесь не было дороги его ее только вот-вот прямо построили фонари светится да тут у них с нового года что ли остались эти гирлянды вот вообще у нас прям такой вечер вечер глубокий я думал уже ничего не поснимаю а вот на камере смотрю еще более-менее дочь вот это вот аллея моя любимая роз но что-то их уже подрезали сегодня утром иду на работу смотрю идет мужик навстречу него в руки розы явно не из этого цветочного магазина потому что они да вот реально смотрите как красиво еще смотри вот здесь у меня любимые вы любимый скамейка посмотри как здорово да здорово вообще здесь так приятно сидеть вот сюда приходишь и вы какая раскидистая вот тут я сажусь а скамейка смотри какая широкая на ней прям вообще лечь и спать можно здорово да и вот так прям под ивами здесь вот сижу и прохлада всегда тенечек здорово на пофоткаться здесь фотки красиво вот вот ты сейчас стоишь да я смотрю темно конечно надо когда солнышко не может сейчас нет сейчас это мы с тобой у нас фотосессия с ней будет я ее это ну волосы уложим там всех да 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 и будем красиво фоткаться так пойдем с тобой вот туда пойдем туда с тобой пошли сейчас уже практически ничего не видно будет будем с ночью поездку лазить вообще мы шли с ксюшей ойка это что за красота это георгинная да это георгинная идем и нам столько идет народу навстречу вообще все гуляют ничего красота а сейчас знаете так прохладненько мы прям конечно гулять одно удовольствие про супер слушай в этом году что-то не хорос какие-то здесь тоже был шикарные это розари они какие-то все низкие и это так ощущение реально как будто все посрезали смотри да так вот они должны быть а тут одни это к червишке прям что-то совсем жидковато сознавайтесь кто срезал розы они действительно все посрезаны вот а мы пойдем сейчас вон туда я хочу квадрохал да квадрохаус показать вот у нас снежинка такой на ночной ночное видео у нас я мы дошли до квадрохалсов это вот я неужели это неправильно надо будет посмотреть загуглить по-моему казачьи усадьбы да это получается дом да у них четыре вот так вот по периметру выхода ну прям видно даже и то есть у каждого так вот свой окно это чье это вот вот это вот то есть вот этой части поменьше нету всех одинаковые вот дом прямо на четыре части вот так подели крестом и получается вот вижда окна вот это эта часть потом уголочка другой с той стороны стой классный вид жилья и я смотрю у них тут это щебни привезли дорогу будут наверное делать а здесь вот танхаусы вот с этой стороны вообще я не знаю как это бы посмотрю когда видео буду монтировать потому что у нас уже прямо темень темень у нас уже фонари горят да на видео смотрю прямо светло почему-то я не знаю что за фокус ну здесь строительство идет еще полным ходом ну и вообще я видела как люди сюда приезжали что-то может ремонт делают вот я так помню это они без черновой отделки продаются а сейчас смотрю света не в одном квадрах а у снега начни живут они еще вот новую же да а внешне прям до как будто уже это готовы до странно да там это уже все это такая объездная уже вокруг есть к трасса вот строительство да прям вообще такой идет долгий период а здесь проект в общем как был создан но строительство не было были какие-то проволочки у них а сейчас прямо по полной программе строит володя где-то здесь лазил по-моему там дома и стоят такие разрушены мы конечно туда не пойдем так в принципе нам наверно надо вернуться да потому что мы сейчас вообще никак это дочь как тебе есть вообще вот около моря такие домишки стоят маленькие ну как везде наверное в городах ну честный сектор просто он нашел на какой-то да там и новый есть постройки дома и есть какие-то гостиницы такие крутые прям трехэтажные четыре тоже прям на берегу а на набережной даже какая-то прям гостиница стоит так поперек я не знаю мы сказали нет ксюша сегодня на набережную ездила она одна отдыхала на каменке на пляже и на набережную ездила вот потом в глубь начинаешь это потом она пошла с набережной на свердлово в центр города пешком пошла да кстати говоря там тоже пока ну там такие тоже пока маленькие домишки до начинаешь на автобусе ехать там уже начинается хрущевки ты думаешь здесь есть хрущевки вообще здесь здесь в основном это панельные дома знаешь где только есть военном городке а в основном город из каменных от военную по по военному городку это ясно еще кирпичные дома там есть нет а в целом город как тебе мы не про постройки сейчас а впечатление о городе какое как будто домой приехала да не знаю ну просто типа нет суеты какой-то и не страшно потеряться ну да вот ты знаешь у меня это мы да мы много лет назад здесь 6 лет назад отдыхали и причем отдыхали всего пять дней и как получилось что мы каждый день как день сурка мы ходили на пляж причем на мелики купались и гуляли по набережной это вот в лучшем случае мы не знали не видели центрального пляжа есть кокосы мы не доезжали вот до этой части города как-то вообще и проигнорировали хотя мы тогда на машине ездили отдыхали вот и ксюша знаешь вот первое мое впечатление когда 4 год назад приехала а 4 хотел сказать вот он прям как домой вот реально у меня такое было ощущение как будто я дома вот я хожу и хотя и выходил например ну так по тем дорогам или по тем улицам на которых я никогда в жизни была а я хожу и все какое-то вот родное и самое главное как то здесь просто все до согласись как-то по простому вообще почему потому что простой городок маленький а ну не мегаполис ты имеешь ввиду какой-то но тебе нравится здесь без шика но кстати говоря по берегу знаешь такие машины ездили вообще только отдыхающие приехали да нравится тебе здесь хорошо тебе здесь отдыхать ну ты только может сказать второй день прям буквально да да вчера ливень был и это как мы только погуляли немного вот так и ксюша до лиман доехала сейчас вот сейчас она умничка единство без меня приходится и конечно на пляж но мы выходные вместе отдохнем мы все пойдем тогда да комары кусаются так друзья у нас уже темень вы видите даже телефон уже не справляется вот поэтому в общем что я хочу сказать городок у нас уютный классный такой а кстати мне тут писали типа там знаешь такие негативные комментарии были что вы сюда всех зазываете ничего хорошего в этом городе нет так вот стоп сразу с этого момента мы говорим свои впечатления тем более как жители города никого сюда вообще не зовем не зазываем мне кажется это вообще как-то глупо звучит да каждый даже в плане отдыха начали приводить примеры типа там вот геленджики или вот и где-то еще там начинают ну какие-то курортные города я говорю мы не говорим что давайте все к нам сюда езжайте на отдых мне с этого что вообще ничего не моя работа не моя жизнь она вообще абсолютно не зависит от приезжих от отдыхающих там никаким боком мы сейчас уже все заканчивать будем видео поэтому один вообще написал да вы живете за счет нас типа там за счет отдыхающих не у меня не у мужа работа вообще не как да у меня вообще никак не зависит поэтому это такая такой миф вообще не знаю есть конечно предприятие есть работ которые напрямую связан там с доходом ну доход связан с отдыхающими но и не в нашем случае все мы ксюшу загрызли поэтому да мы пошли вот в общем все хорошо но настолько еще начало отдых и меток каждый денечек жалко как-то быстро очень не проходит до дочь я только приду только по там покушаем поужинаем и вжиг уже вот все уже темно ты заметил как на юге быстро темнеет везде что-то я уже наверно отвыкла и не помню мне кажется что у нас только все друзья всем пока пока хорошее настроение побольше позитива в жизни и позитивного самое главное настроя вот а мы немножко прогулялись вот мне так хочется много дочки показать рассказать и каждый день хочется его куда-то водить я уже составил ну да только я на работе а так она когда ехала горю меня целый план не тебе это над карте то на карте то вот а получается что у нас только два выходных будут на все про все а это очень мало это всего и 6 дней поэтому все ладно всем пока 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 пока